всем привет в парнике я не дочекалась я своих хлопцев короче и сегодня сама буду садить рассаду томатов уже принесла находку находка это тот томат который вырос сам по себе на улице но мне понравился и вот я четыре саженца посажу в теплицу 4 всего у меня 9 сортов 4 саженца посажу в теплицу и возможно два саженца посажу на улицу то есть даже всех сортов которые у меня есть до приматом black russian есть ну на занятие не помню ну в общем вот все старта томатов которые у меня уже есть выражена они всяко разные по размеру эти почему-то вы мухали пши огроменная все остальные такие нормальные то есть лунки глубокие делать не нужно что попало в глаз то есть каждого сорта я буду сажать и в теплицу и на улицу чтобы посмотреть что из них растет как лучше на улице у нас не сильно это тепло парнике 25 градусов на улице не знаю сколько но намного холоднее потому что вчера была бурой вчера не было будет вчера вы все равно было у холодно позавчера было бурой его ван какие-то ведьмы нагнали просили просили им помочь а наробили беды по всей беларуси вот так что даже если вы о чем-то думать о чем-то просите небеса бога да думать не только о себе думать еще и других вот как бы у нашей семьи беды никакой не случилось ничего не поломала ничего не залило не взорвало но есть много знакомых у которых и подняла парники и сорвала крыши круче а вот так что наши нужно немножко следить за нашими желаниями да то есть вот мы желаем допустимую хочу дождя хочу хорошо вот проливного дождя а вот ну надо как-то немножко мысли свои по-другому ориентировать чтобы было не только хорошо тебе было еще хорошо другим данный момент нам дождя уже не надо и холода нам нужен надо дождик прошел все такой проливной нехороший нехороший проливной нехороший если спокойный целый день трое но нормально а так он просто залил все на свете поломал мне а тюльпана немножко мне по моему поломала но талант и холодно как-то вроде папа говорит что завтра будет намного теплее все доминика мая только проснулась у нас уже почти обед 11 часов доминика только проснулась папа поехал на озеро посмотреть ловится ли рыба ну а я в парнике станет на работе дети в школе ну а я в парнике все поступаю к работе с вами немножко попозже а вот Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот уже какую-то часть посадила рассаду. Таким вот образом, при помощи вот такого вот бура я сажу томаты. Прокручиваю, он туда вентилем закручивается. Это у меня еще здесь будет 2 томата. Просто вот по часовой стрелке кручу, чуть нажимая. И оно хорошо вот в землю лезет. Закручивается туда. Какая-то часть земли достается. Отсыпается. Вот делается лунка. И чем поглубже, особенно ту рассаду, которая очень высокая, чем проглубже прокручиваю, рыхлю землю туда внутри, водичку лью, да, видели. Делаю такую кашицу и текаю туда томатики. В общем, маленькие вот эти вот подвязывать можно не подвязывать. Вон ту еще подвяжу, то побольше валится. Эти две двойники, думаю, буду стоять. Немножечко ушки, конечно, приопустили томатики. Сами понимаете, их дернули, крышки затронули. Ну, я уже знаю точно, завтра не буду стоять все, как в столбике. Все, у меня еще здесь, получается, сидит 4 сорта от этих вот новеньких, которые, да, самая выращенная находка, так называется. Потом у меня 4 штучки сидят Ляна. И 4 штучки сидят... Пойду смотреть, какие... Вот это у нас идет Персей. И последних два Румба Ажаровая. Три штучки Золотая Осень. Ну, а дальше буду смотреть. Уже не помню, где, что и как. Что все, с томатиками все. Теперь хочу заснять, может, для вас пригодится больше. Всего случая, для себя. Чтобы не забыть, где какие сорта. Начну, когда захожу в теплицу, с правой стороны. И первых два томатика у меня сидят под номером 4. Это Румба Ажаровая. Сейчас мы сделаем вот так. У меня такая вот пометочка есть. Ну, мало ли, да, что потеряется. Под номером 4. Румба... Так, это не то. Это с этой стороны. Румба Ажаровая. Первых два сидят. Масса плода 100-110 грамм. Высота 50-70 сантиметров. Но не знаю. Тут тоже неплохо оно у меня вытянулось на окошке. Следующих 4 под номером 2. Следующих 4 под номером 2. Это у нас и идет что? Персей. Персей. 130-160 грамм. А рост стебля 50-60 сантиметров. Такс. Такой вот, да, томатики. Огромный, да, получается. И этот, и этот. Большой. Следующих у нас 4 штучки. Под номером 3. Под номером 3. Ляна. Очень хороший сорт. Много лет я уже его выращиваю. Масса плода 70-90 грамм. И тоже 50-60 сантиметров высотой. Ну, в принципе, так-то оно и есть. Бывает немножко выше вырастает. Бывает чуточку ниже. Но урожайный. И очень хорошо на закатку. И последних 4 у меня находка. Находка. Тут еще даже есть семена. Находка. Это у нас томатик. Последних 4. Который у нас вырос сам по себе на улице. В прошлом году. Так. Теперь начнем с левой стороны. Под номером 5. Томатики сидят 3 штучки. Здесь вот фрадочек. Это у нас золотая осень. Да. Я уже говорила. Желтеньких. Можно было бы больше посадить. Стебли у них очень хорошие. Такие, да. Толстенькие такие. Особенно тут вот один. Вот такой. Ну, очень хороший. Да. Ну, потому что желтый. Поэтому много не хочу. Масса плода 60-70 грамм. Высота 50-60 сантиметров. Следующих 3 штучки. Под номером 6. Москвич. 50-60 грамм. Тоже-таки на засолку, видимо. Высота 35-40 сантиметров. Видимо, так оно и есть. Потому что стебель толстый. Очень хороший. И уже мы можем наблюдать. Цветочки у него. Наверное, он ранний. Да. Очень ранний сорт. Ай-яй-яй. Ну, неплохо. Будем с ягодами. Скоро следующих. Три. Три томатика. Три саженца. У нас под номером 7. Челнок. Под названием челнок. Высота стебля 40-50 сантиметров. Ну, вот. Ляна, да. Тоже как бы невысокая. На самом деле, она ухо какая огроменная. Ляна выросла. Ну, вот тут вот оно, как и есть заявлено. 40-50 сантиметров. Масса плода 50-60 грамм. Типа вот такие горсточки должны быть так. Потом следующих у нас на 6 штучек я посадила под номером 9. Не знаю, почему. Как-то мне понравилась картинка, что ли. Не знаю. Семена из Польши. Весом 70-80 грамм. А вот рост. Рост стеблей я здесь не нашла. Представляете? Не нашла. Читала, читала и не нашла. Ну, ладно. Посмотрим, какие вырастут. Следующий у нас идет 8 номером. Блэк Рашен. Тоже какие-то польские. Такие темные буры, да. Здесь у нас что? Высотой 1-2 метра. Едеть, колотить. Ой, а я их там саданула. Номером 8. Это вон там последний, последний, последний третий ряд и сзади. Кошмар! Будет высоченная. Вытягивается перевоз здесь 120 дней. Та-та-та. Высотой 1,5-1,2 метра. А массой 150 грамм. Тоже такие большие, типа, да, мясистые. Ну, посмотрим, что будет. И под номером 3 еще раз гляну. Ну, посадила, я уже запомнила, что Толяна. И последним номером, под номером 10, я посадила балконное чудо. Такую вот мелочь. Мелочь пузатую. Посев. Уборка. То есть его можно прям посеять. Прям открытый грунт сеять можно. Прикиньте. Ну, я так понимаю, да? Балконное чудо. Это на балконе высаживать. Прямо вот посадили в баночку, да, и все. Но не знаю, не знаю. Это высотой 30-40 сантиметров. В прошлом году, видите, он мне уже открыт, он мне с прошлого года. В прошлом году он был очень высокий. Чуть не 2 метра высоты. Пришлось его обстригать, и плодов было не очень много. Но не знаю, может, это пошло не так у меня. Либо что-то я попутала. Масло плода 20-25 граммов. Ну, все. Отсеялись, отсадились. Как говорится, осталось у меня еще нормально, прилично томатиков рассады. Буду садить на улице. Ну, пока у нас непогода, то дождь, то и это что. Сашка, вон, еще видите, да, сегодня сделал еще курсы. Не знаю, посеял ли он их. Либо только подготовил градку. Ну, не знаю, я копошилась в огороде, в этом, в парнике. Ничем лишним больше этот ролик затягивать не буду. А то буду потом, 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 потом опять искать непонятно по каким роликам, где, что у меня, как сидит. Лук так я и не нашла, между прочим, Надюш, привет. Лук я так и не нашла. В принципе, я просто не сильно-то искала. Вот, все. Тематики посажены. Номера сказаны. Тут, наверное, на палочках пометила, в книжечку записала. Пакетики не выбрасываю. Там еще есть семена, между прочим. Потому что, если что-то мне понравится. Вот Оля Полька, да? Я садила его два года, он мне не понравился. И в этом году я его не садила. Вот, все остальные, вот, тут-то, тут-то. Что-то из прошлых и что-то вот новое докупила. Все, ребятки, посадила. Теперь будем ждать урожая. Ну, пока урожай, ну, только у нас под номером 6, да? Кто помнит под номером 6, я уже не помню. Что это у нас под номером 6? Поэтому записки сумасшедших, это очень хорошо. Всем счастья, любви, здоровья. Хороших вам урожаев. Всем пока-пока.